Глубоко уважаемые слушатели, коллеги, уважаемые председатели, сейчас действительно мой доклад, и так как являюсь психологом хосписа номер один в лакте Санкт-Петербургского, кстати, нам исполняется сегодня 30 лет, в этом году 30 лет, Диана Владимировна говорила об этом, поговорим о том, как живет хоспис в период пандемии. Ну и так как я психолог, конечно, мы будем говорить о психологических аспектах происходящего. В 2017 году было издано руководство по онкопсихологии под редакцией нашего корифея Валентины Алексеевны Чулковой. Издано оно было в Федеральном центре онкологии имени Петрова. Я горжусь тем, что я являюсь его соавтором. И в 2018 году оно было переиздано в более широкой редакции. Сайт и вообще ресурсы размещения этого руководства вы сейчас видите на слайде. Так вот, Валентина Алексеевна там актуальность психологического сопровождения онкологических пациентов описала, как психологическую реабилитацию человека в ситуации сверхсильного или пролонгированного сильного эмоционального напряжения, которое на сегодняшний день реализуется медицинским психологом. Так было не всегда, но с некоторых пор есть ограничения по подготовке. Мы должны быть с клиническими психологами. И эта помощь направлена на восстановление психического функционирования, адаптации и улучшение качества жизни человека в травмирующейся ситуации в целом. Это определение достаточно ёмко, абсолютно ёмко описывает ситуацию онкологического заболевания, но может стать вопрос, когда онкологическое заболевание подходит к стадии своего завершения и является тем заболеванием, которое приводит к завершению жизни, насколько может речь идти о реабилитации человека в ситуации завершения своей жизни. Ну и, конечно же, я надеюсь, что у нас с вами дискуссий по этому поводу не возникнет. Ценность человеческой жизни для хосписных работников, да и для онкологов в целом, всегда подразумевает жизнь до последнего вздоха. И пока человек живёт, он подлежит психологической реабилитации в рамках той травмирующей ситуации, которая с ним сейчас происходит. И не только он, но и те люди, которые невольно попадают в эту ситуацию, это близкие нашего пациента. Или те люди, которые по собственному желанию попали в ситуацию столкновения с онкологическим заболеванием. И тогда мы с вами подразумеваем тех людей, которые пришли работать по собственной воле в эту сферу. Если возвращаться из общей ситуации онкологического заболевания в ситуацию хосписную, то ещё в 2008 году в национальном руководстве под редакцией Чисова и Давыдова, в руководстве по онкологии, пациенты 4-й клинической группы были описаны как конкурабельные больные с распространённой формой заболевания, радикальное лечение которых уже невозможно. И именно эта категория людей, как мы все с вами хорошо знаем, зачитывая это на тот случай, если сегодня нас слушают люди, которые только подходят к своему соприкосновению с хосписной и палеотивной помощью. И так люди, которые неизлечимы в своём заболевании, слава богу, теперь их становится меньше, чем так бывало прежде, и являются пациентами хосписа и пациентами вообще палеотивной медицины. Если говорить о нашем хосписе, хосписе в Лахте, то вот уже второй год наш коечный фонд достигает 60 единиц и распределяется таким образом. 50 коек отводятся под пациентов со злокачественными новообразованиями, неизлечимыми, и 10 коек отведено для тех пациентов, которые находятся на палеотивном этапе других злогических единиц. Так не всегда было. Прежде мы работали только с онкологическими пациентами, но вызов времени таков, что нам нужно было оборудовать 10 коек вообще для пациентов, которые находятся на палеотивном этапе любого заболевания. Мы с вами год от года говорим о том, что для 70, а то и 90% пациентов инкурабельных, неизлечимых, пациентов 4-й клинической группы характерны как соматические нарушения, яркие проявления болевого синдрома, устойчивое состояние тошноты, рвота, устойчивое снижение аппетита и потери веса, одышка, слабость, отеки, запоры, гематурия в тяжелых формах. Сегодня все врачи перечисляли эту тяжелую симптоматику. Но также мы говорим и об эмоциональных нарушениях, которые, впрочем, чаще всего носят субклиническую форму, то есть не достигают клинической формы нарушения, просто потому что мы говорим с вами о тех людях, которые, заболев онкологическим заболеванием, все-таки никак не утратили свой психический статус. На таких пациентов, конечно же, большинство, и обуславливается это, конечно, их преморбидными особенностями. Итак, для пациентов 4-й клинической группы, и, безусловно, на этапе палеотивного лечения характерны такие состояния, реактивные состояния, как депрессия, тревога, беспокойство и нарушение сна. Но мы с вами помним, что субклиническая форма темы характерна, что это обратимое состояние, которое попадает в ведение именно медицинских психологов, и только в рамках проведения клинико-психологической беседы медицинские психологи делают свое заключение о тотальности повреждений эмоциональной сферы. Чаще всего, повторюсь, эти нарушения не доходят до клинических форм, а носят реактивный и вполне интуитивно понятный характер. То есть это некоторая норма для палеотивного этапа. В хосписе медицинские психологи чаще всего, как правило, первично оказывают экстренную психологическую помощь, то есть систему краткосрочных мероприятий, которые оказываются пострадавшим в очаге экстремальной ситуации или в ближайшее время после травматического экстремального события, которые характеризуются сверхсильным или пролонгированным сильным эмоциональным напряжением, еще мы употребляем термин дистресс. Так вот, конечно же, палеотивный этап и завершение этого палеотивного этапа, то есть терминальная часть палеотивного этапа в Питерской школе психологической рассматривается в рамках экстремальных ситуаций. Переживается, какая экстремальная ситуация. А если мы говорим с вами о посттравматическом периоде, то, конечно, мы с вами говорим о родственниках, либо о вторичной травматизации сотрудников, что, в общем-то, не такая уж и редкость. Итак, человек, переживающий, завершающий этап своего заболевания, заболевания онкологического, которое, как не раз сегодня уже упоминалось, является ситуацией высокой степени неопределенности, потому что мы все с вами знаем, что человек, заболевший онкологическим заболеванием, не может получить какие бы то ни было гарантии об исходе этого заболевания, тем более, когда речь идет о инкурабельности больного, когда в активном лечении уже отказано. И вот человек, который не может с уверенностью предположить, что ему останется жить хотя бы три года, человек, который очень боится физических страданий, обусловленных распространением злокачественного образования, попадает в рамки такого невиданного доселе нами с вами ныне живущими мероприятия, как пандемия. Или пандемия по-разному употребляют это слово. Но, наверное, я не ошибусь, сказав, что те из нас, кому еще нет 90 лет, не сталкивались с ситуацией пандемии в своей жизни. Потому что пандемия – это ведь абсолютно новое заболевание, которое распространено в мировых масштабах. А значит, создает угрозу здоровью каждого из нас, здоровью любого человека. И это тоже, безусловно, вызывает эмоциональное напряжение. То есть для этой ситуации, для ситуации пандемии, и тревога, и страх, и беспокойство вполне обоснованы. И вот эта ситуация высочайшей неопределенности накладывается на ситуацию, может быть, в некоторой степени более определенную, но понятно, что никто из участников этой ситуации, а именно палеотивного этапа онкологического заболевания, старается не думать о том, насколько определены его ближайшие дни и, может быть, годы. Я говорю о том, что любой палеотивный этап так или иначе заканчивается терминальной стадией и умиранием больного. Это уже более определенная история, но признать ее, как правило, не представляется возможным. Так как же такое сочетание фатальных факторов сказывается на людях, которые оказались в хосписе? И повторюсь, что в хосписе ведь оказываются три категории граждан. Это сами пациенты, родственники пациентов и сотрудники хосписа. И если уж мы сегодня в моем докладе касаемся предоставления экстренной психологической помощи, то есть краткосрочной, и мы с вами понимаем, чем обусловлена краткосрочность, именно тем, что и срок жизни пациента достаточно ограничен, большинство пациентов, которые попадают в хоспис, но еще и тем, что если человек, например, может выписаться из хосписа, а за мой 9-летний опыт примерно 30% пациентов имеют хорошие шансы на то, чтобы получить схему устойчивого купирования тягостных симптомов и отправиться домой, пожить дома, и, возможно, потом снова вернуться и получить такую же помощь и снова вернуться домой. В течение трех лет 30% наших пациентов мигрируют домой, где, конечно же, находиться гораздо комфортнее, и обратно в хоспис и снова домой. И тогда они бывают у нас не так долго, и тогда речь идет опять о предоставлении краткосрочной помощи пациенту. Хотя, в принципе, да, это пролонг. До трех лет в взаимодействии с пациентом это уже такая длинная история. Так вот, если до пандемии из этих трех групп, которые получают экстренную психологическую помощь в хосписе, 50% занимали пациенты стационара, 40% родственники пациентов, и 10% входило на экстренную помощь психологическую сотрудникам хосписа, то обратите, пожалуйста, внимание на правую часть от меня правую, да, ну, это кружок под заголовком в период пандемии. Конечно же, 70% нашего внимания психологического занимают пациенты стационара. Конечно, это обусловлено в первую очередь тем, что как только была объявлена пандемия, как только была объявлена тотальная угроза в городе, а я думаю, что, наверное, и в России в целом, были объявлены беспрецедентные карантинные меры именно для хосписов. И интуитивно это совершенно понятно, да, мы имеем дело с категорией людей, чрезвычайно ослабленных, сверхуязвимых, и мы не имеем права подвергать их еще большей угрозе в условиях пандемии. И так, прежде всего, были отсечены посещения родственников. Мы получили такое распоряжение, и должна вам сказать, что первую неделю это была, конечно, серьезная атака и борьба. Выделены нам шлюзи для взаимодействия с родственниками. И именно потому, что большинство родственников наших пациентов стремятся быть рядом со своими близкими людьми, стремятся наблюдать за ними, стремятся общаться с ними и стремятся заботиться о них. И, конечно же, большую часть моего профессионального времени я тратила на то, чтобы каким-то образом купировать эффективные реакции родственников, которым было отказано в посещении. Но, должно сказать, что достаточно быстро наши родственники адаптировались к ситуации и, в общем-то, получая разъяснение, соглашались с тем, что ничто так не важно, как качество и продолжительность дней пациентов хосписа. И достаточно быстро все перешли в формат телефонного сопровождения. Итак, родственники пациентов за период сократились в объеме до получения экстренной помощи психологической до 20%. И обращаю внимание ваше, что по наблюдениям, по подсчетам на сотрудников хосписа приходится по-прежнему 10% работы медицинского психолога. Давайте поговорим о помощи, которую мы оказываем пациентам и как она распределяется в период пандемии. Итак, у нас 60 коек. И у нас было плановое посещение медицинским психологам. А надо вам сказать, что у нас есть медицинский психолог, социальный психолог или социальный работник, который может оказывать психологическое сопровождение, не кризисную интервенцию, не индивидуальное консультирование, но также оказывает психологическое сопровождение, разгрузочное. И еще у нас есть врач-психотерапевт, который делает те записи, которые положены. И надо вам сказать, что 10 палеотимных коек других нозологий, они, конечно, уходят в разряд деменции. Старческих чаще всего у нас оказываются пациенты с такими нарушениями. И понятно, что медицинский психолог не работает с деменцией, с ней работает врач-психотерапевт. Итак, если плановое посещение до пандемии составляло довольно небольшой процент, ну, по крайней мере, не все 60 коек может сопроводить медицинский психолог в течение рабочей смены. Понятно, что от 7 до 13 консультаций в зависимости от волны, а те, кто работает в палеотиме, тем более в хосписах, я думаю, поддержат меня. Наблюдения показывают, что идет какая-то волна активности, уж чем это обусловлено, метеозависимостью или какой-то индукцией напряжения на отделениях. Но меньше 7 консультаций, как правило, не бывает, а бывает, что нужно и больше. Но, слава Богу, не каждый день, иначе эта рутина бы, конечно, могла сказаться уже на единственном представителе моего направления в хосписе. Итак, в период пандемии у нас стало меньше людей. Конечно же, чем это обусловлено? Тем, что прежде всего люди должны успевать получить двухдневный, не более по продолжительности, анализ COVID-отрицательный. И зачастую это откладывает плановую госпитализацию. Но, кроме того, в условиях, как мы с вами помним, отсечение посещений родственников, все, кто только мог остаться дома и быть под наблюдением выездной службы, принимают, как правило, решение остаться дома. Также и родственники, которым было отказано в посещении, все, кто мог забрать домой своих близких, по состоянию здоровья в первую очередь, но и по возможности социального ухода, все, конечно же, выехали за пределы хосписа и стали наблюдаемы нашей выездной службой. Однако, при отсечении родственника, что происходит? Пациенты начинают больше волноваться, больше переживать. О структуре переживаний мы еще с вами можем поговорить на следующем слайде. Поэтому медицинский психолог от своей рутинной практики оказания в первую очередь кризисной интервенции, обратите внимание на слайд справа, перешел в большой объем работы по психологическому сопровождению. То есть я стала такой общий родственник, человек, который вынужден, да, в общем, я это делаю, конечно, с удовольствием в большой степени оказывать именно родственную, близкую поддержку в сопровождении наших пациентов. Давайте я перейду на следующий слайд, и мы поговорим о значении терминов в контексте, и тогда нам проще будет посмотреть на предыдущий слайд, на правую его часть. Что я подразумеваю под кризисной интервенцией, индивидуальной консультацией в рамках хосписа и психологическое сопровождение и бытовая помощь. Кризисная интервенция, как мы с вами знаем, это оккупирование острых реактивных состояний психологическими средствами, это направленная работа с аффектами. Индивидуальная консультация, это уже направленная работа с той ситуацией, которую хочет предъявить в данном случае наш с вами пациент, ну, либо идентифицированный пациент, это родственник или сотрудник организации. Туда входит исследование ситуации, методы рассуждения, о возможностях вариативных, да, решения ситуации, ну, естественно, опираясь на собственные ресурсы пациента, которые нам предстоит распознать в ходе нашего взаимодействия. Психологическое сопровождение в хосписе, его очень много. Это просто такая разгрузка эмоциональная пациента. Чаще всего, это звучит как, вот, посидите со мной, и, в общем, отводится, относится скорее к самопредъявлению пациента. Это очень важная составляющая, которую, безусловно, нельзя обесценивать, и именно в косписном, палеотивном контексте, потому что человек утрачивает очень много своих оргливых функций. А для любого взрослого человека, для ребенка, конечно, тоже, но для взрослого человека крайне значимой частью собственной самооценки бывает вот эта вот значимость в глазах другого. И поэтому такие вроде как элементарные вещи, как биографическая беседа и устройство досуга относятся к сфере психологического сопровождения. Почему это должен делать все-таки специалист нашей области, то есть подготовленный психолог? Ну, просто потому что мы умеем различать собственные потребности, собственные представления и идеализации и потребности человека, который находится напротив нас. Да, мы умеем, мы подготовлены психологи, да и, в общем-то, конечно же, и многие палеотивные врачи этим владеют, в состоянии оказывать направленную помощь, исходя опять-таки из потребностей и ресурсов самого пациента, не идеализируя саму ситуацию человека, который, да, находится в конце собственного пути. Если говорить о бытовой помощи, то чаще всего, конечно же, мы ее не осуществляем. Медицинские психологи этого не делают. Это делает обычный персонал по уходу и родственники, которые стремятся в контакт, в хоспис, и социальный работник, который помогает осуществить многие вещи. Так вот, обращаясь к предыдущему слайду, вот так распределяется нагрузка в период пандемии. Сокращается, точнее, расширяется кризисная интервенция, потому что беспокойство о близких, разлука с близкими, запускает все аффекты, которые только могли бы быть, которые купировались с посещением родственников. Сокращается область индивидуального консультирования, потому что ситуативное беспокойство у оставшихся, оно истощается, ну, именно в силу того, что люди, как правило, осознанно смогут относиться вот к такой сложной пандемической истории и к самому пребыванию в хосписе. Все, кто принял решение остаться в хосписе из соображения, что он может быть заражен ковидом-19 дома, это люди, которые приняли свое осознанное решение, и им разрешается пребывать в хосписе до окончания пандемии. сокращается, немного сокращается область психологического сопровождения, как ни странно, да, но это все происходит за счет расширения кризисной интервенции и той самой бытовой помощи, которая входит, конечно, в состав психологического сопровождения, это тогда, когда я просто оказываю поддерживающую связь, замещая родственников, которые не могут посетить пациентов. Вот родственники, которые не могут посетить пациентов нашего хосписа в силу пандемии, распределены на левой части слайда, в левой части слайда, как это было раньше, до пандемии в стационаре огромное время мое профессиональное занималось беседом с родственником, это могло произойти где угодно, и в основном касалось индивидуального консультирования, в рамках как взаимодействовать с пациентом, чем можно сделать еще, что можно сделать еще лучше, или в рамках того, как я переживаю ситуацию, угрозу жизни моего близкого человека, и понятно, что практически до минимума сокращена эта работа сейчас в стационаре, только в шлюзе, я взаимодействую с людьми, которые требуют этой помощи, шлюз, это там, где мы в защитных средствах, и родственники, и мы, и место, которое локально и обрабатывается после контакта, каждый раз снова и снова, и в шлюзе же я сопровождаю аффекты при утрате, люди, которые остро горюют по утрате, получают эту помощь в шлюзе, вот это маленькая часть занятости в стационаре по родственникам, и по телефону увеличился объем, безусловно, раньше люди меньше звонили, сейчас звонят постоянно, и получают телефонную помощь, и так сократилось в период пандемии индивидуальное консультирование, и расширилась кризисная интервенция. Содержательная часть поддержки родственников это, конечно же, бесконечная утрата контроля состояния, мы не можем наблюдать нашего близкого, поэтому мы обеспечиваем телефонную связь тому, кому трудно ее самостоятельно осуществить, иногда видеосвязь обеспечиваем, и наши наблюдения тоже рассказываем по телефону либо в шлюзе. Вторая проблема это утрата общения с близким человеком, люди по-разному переживают ситуацию контроля состояния и ситуацию подлинного общения, и, конечно же, острое горе в случае утраты, и именно в силу того, что родственники не наблюдают изменения состояния, не имеют возможности визуально его определять, и это, конечно же, отягощает переживание утраты. Человек, который не наблюдает, не имеет расширенной возможности адаптироваться к тому, что произошло, и отсюда, конечно, может застрять в чувстве вины, в тревоге, в беспокойстве, что он что-то не доделал. Коротко о сотрудниках. Раньше до пандемии вот в те 10% оказания планового психологического сопровождения уходила, львиная доля уходила на плановое обучение персонала взаимодействию с нашими подопечными. Часть вопросов относилась к профессиональному взаимодействию, особенно это всегда важно для тех, кто новичок, кто только пришел работать в хоспис. Личные ситуации тоже зачастую рассматриваются, но все знают, что это краткосрочная экстренная помощь, и, конечно, случались ситуации неопределенности. Обратите, пожалуйста, внимание на правый круг. Ситуация неопределенности стала превалирующим фактором обсуждения с психологом персонала по всем направлениям. Ушло абсолютно плановое обучение, потому что все групповые формы работы сейчас исключены. Мы на карантине, мы не собираем людей вне рабочей смены. Расширилась несколько область вопросов профессионального взаимодействия. А личные ситуации практически как были и остались, потому что люди всегда люди, если у них есть возможность поговорить о себе и своей ситуации, они используют это всегда преимущественно перед любым другим фактором для обсуждения. Содержательная часть поддержки сотрудников такова. Первое, и это, кстати, очень откликается в тех рекомендациях медикам в период пандемии, которые мы с коллегами написали в Центре онкологии имени Петрова, и они даже с гордостью могут вам сказать, что они вошли в состав рекомендованных Минздравом к употреблению рекомендаций. Так вот, на первую очередь, конечно же, неопределенность и отсутствие информации о свойствах вируса является фактором обсуждения с психологом нашими сотрудниками. Ну и дальше вы читаете по слайдам, да, это невозможное заражение, как некоторая гипотетическая угроза, и, конечно же, актуализация всех аффектов у пациентов, которые только могли быть актуализированы. Ну и, в общем, мы все люди и можем и болеть, и уходить в отпуск, поэтому рабочее время у нас несколько становится перенапряжено, и, конечно, все мы очень переживаемо наших близких, и в этом смысле сотрудники всегда могут обратиться за эмоциональной разгрузкой, хотя бы быть услышанными нейтральным человеком. Медицинский психолог в профессиональной позиции всегда нейтрален, что помогает нам осуществлять экстренную помощь? Ну, конечно же, то, что мы, медицинские психологи, имеем дело с реактивными состояниями, то есть не фотологическими эмоциональными реакциями. Эти состояния всегда адекватны ситуации, кратковременные и обратимы, и не нарушают работоспособность и критичность к себе. О техниках экстренной психологической помощи сегодня уже рассказывала Кристина Кондратьева, Кристина Архановна в своем, по-моему, прекрасном докладе по суицидам. Техники кризисной интервенции сейчас вы видите на слайде, я думаю, что они будут в свободном доступе, но я также думаю, что все мы, сегодняшние участники палеотиного симпозиума, неплохо этим владеем. А вот результаты в свое время мы с Кристиной Архановной исследовали, результаты экстренной психологической помощи в Центре онкологии имени Петрова, и они всегда подтверждаются. Это снижение актуальной тревоги, изменение рациональных когнитивных установок, смещение типа личностного реагирования с дезадаптационных форм на более реалистичные и адаптивные, несмотря на патовость некоторой ситуации, и в конце концов формирование конструктивного отношения не только к ситуации госпитализации в хоспис, но и вот в этом дополнительном проблемном ключе в условиях пандемии, что помогает нам в хосписе в нашей работе и психологом, и тем, с кем мы работаем плечом к плечу, это, конечно, то, что мы всегда помним, что сокращая разрыв между нашими идеалистическими представлениями и нашими реальными возможностями, корректируя наши ожидания, в настоящее время всегда здесь и сейчас мы повышаем качество жизни и пациента, и близких людей пациента, и самих нас, сотрудников хосписа. Не могу не сказать вам о том, что в 2018 году в Санкт-Петербурге была зарегистрирована Ассоциация инкопсихологов Северо-Западного региона России. Всех интересующихся этой темой приглашаю к сотрудничеству. Спасибо большое за внимание. Мой доклад завершен. Ассоциация в Санкт-Петербурге 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 Санкт-Петербурге